Мы ебёмся или мы сейчас тут подумаем, что-то они меня споить пытаются. То есть, Кончита Вурс опять разъебал следующий шаблон, потому что борода, может быть, и тоже пидорская, понял? Парикмахер был, это, гей. Сразу просто. Никита везде побрита, короче, со стразиками такие были, да? Они крутили ебанины такие, какие-то хероборы на голове. Кстати, давай так, разговоры про то, что Фейт всех заебал, блядь, я их слышу с 18-го года. Период времени, чтобы чему-то научиться, стал очень корот. Ну, типа, который просто дрочит вот так, каждый день одинаковую хуйню. И он думает, блядь, куда бы съебаться, так заебало. Что, всем привет, в эфире подкаст. Покороче говоря, мы сегодня с вывеской в новой студии. И открывает нашу новую студию вместе со мной титан российского барберинга. Титаник. Таноса, не побоюсь этого слова. Николай Генералов, 20 лет в профессии, международный преподаватель. Стрижет больше, чем я живу. Обучил огромное количество народу, 7 тысяч человек, там что-то или даже больше уже. Да слушай, я не знаю уже сколько. Человек, который и на меня в том числе повлиял очень положительно, когда я только-только начинал стричь. Привил мне любовь к барберингу. Чем-то и стрижкам, и фейдам в том числе. До сих пор выступаю, поэтому прошу любить и жаловать. Меня зовут Олег Минский-Гор. Мы с вами уже знакомы, давно не виделись. Последние два выпуска записывали. Вот эти ребята, которые за кадром. Ну и за кадром с нами, как всегда, Сергей Ефремов. Ты там где-нибудь помашешь потом. Который нас терпит записывать наши подкасты. Я пока изучал все твои интервьюхи, почитал, посмотрел. Мне хотелось очень уйти от этой душной темы, где ты только начинал, с чего ты стартовал. Это все есть уже в интернете. Я думаю, ты сам устал уже от того, чтобы это рассказывать постоянно. Поэтому мне сегодня с тобой хотелось бы заглянуть чуточку дальше в будущее барберинга. Возможно, рефлексируя о прошлом, заглянуть чуть-чуть в будущее. Попробовать что-то, может быть, спрогнозировать какие-то тренды. Вот, возможно, этот выпуск будет пророческим. Ну, давай попробуем. Пересмотрев его через несколько лет, возможно, мы скажем. О, он точно это предсказал. Индустрия сильно меняется. И я в стрижках всего, без малого, наверное, уже 6 с лишним лет. Можно сказать, что я уже и не новичок, в общем-то. Ну, 6 лет это уже... Ну, не ровня твоей двадцатки, конечно. Но, тем не менее, сейчас новые барберы приходят в профессию, они продолжают обучаться, смотрят что-то там новое, берут с кого-то пример. И до сих пор в индустрии ты являешься одним из законодателей, трендсеттеров. Не устал. Слушай, ну, я бы не сказал, что я что-то тоже новое, там, может быть, создаю или еще что-то такое. Я, наверное, просто, можно сказать, просто улучшаю старое, да, типа, так сказать. Даже не то, чтобы улучшаю, слово улучшаю здесь не подходит. Скорее всего, наверное, просто систематизирую старое, да, разбираюсь в старом, типа, постоянно копаю, копаю. Еще лучше, еще лучше донести, да. То есть у меня в основном все-таки преподавательская миссия. Ну, ты с 2018 года полностью ушел от работы в стрижках, ну, в потоке. Ну, то есть я стричь перестал с 2018 года, но преподаю я с 2016 года. Ну, и еще лет 30 в будущее, как минимум. Сколько планируешь еще этим заниматься? Блин, ну, я думаю, что я так, я не планирую, то есть я просто, как бы, у меня вот такой самотек, да, в данном случае, потому что здесь планировать тяжело, как бы. Индустрия сильно меняется, даже за 6 лет, пока я в стрижках, ну, и в профессии в целом, в индустрии, она очень сильно преобразилась, как мне кажется. Мы ушли от ниггерских фейдов. Да как ушли? То есть просто вектор внимания у каждой аудитории постоянно, как бы, вот сегодня, например, смотри, я тебе сейчас объясню, просто яркий пример. Сегодня на мастер-классе моделью сидел чувак, который стрижет что-то там 7 месяцев, то есть он такой новичок. И вот он мне, знаешь, что говорит? А, я ему говорю, я хочу к тебе попасть вот на фейды и на бороду. Типа я вот прям уже смотрю на тебя столько, вот хочу прям попасть. Вот не смог записаться в этот раз, вот пришел моделью, короче. На фейде сидел у тебя? Нет, он был на отработке по бороде. Вот, он говорит, я смотрю, и вот я, короче, вот для себя точно понял, что меня вообще не интересуют всякие там стрижки длинные, там, с длинными волосами, это не мое, вот я хочу фейды. А, его не планируют попасть. Слушай, это он так думает. Интересно. Ну вот, то есть это вот голос молодого, да, то есть, грубо говоря, он начал как раз, ну, типа, так скажем, с самого элементарного, что является сегодня самым базовым навыком, который должен быть у барбера. Да, то есть, это уметь делать как минимум фейд, все равно, особенно, если речь идет о каких-то там, ну, смотря с какой аудиторией он работает в своих барбершопах, аудитория чаще всего все-таки любит сверху, снизу покороче, сверху подлиннее. Да, как бы там ни говорили мифическую тему, что вот сейчас там фейды ушли, ну, давайте так поддут, ну, они в инстаграме ушли, да, типа, грубо говоря, и то, как бы, не ушли, типа, с чего они тоже ушли, посмотрите, все мировые барберы. Это общее мнение, что все переходят от фейдов к чему-то. Да, слушай, это просто, это люди судят по своему какому-то кружку, ну, типа, по своему окружению, по тем, на кого они подписаны, типа, вот и все. А так, по большому счету, посмотри, а куда они ушли, все все равно фейды. Вот хоть одного мне покажи какого-то лидера мнения, какого-то знаменитого там барбера в том же самом инстаграме, который ушел от фейдов, чтобы они у него прям пропали. Юра Шевелл тоже нет, нет, да. Так он и не приходил. Типа, я имею в виду, что те, кто там, кто не фейдит вообще, вот где эти люди? Их там на пальцах одной руки можно пересчитать. Ну, проще посчитать тех, кто стрижет. Все, кто его умели делать, научились делать и делают. И, кстати, посмотри на количество лайков и комментариев в стрижках, у которых есть фейд. Все равно их до хрена. То есть нет такого, что ты выкидываешь длинную стрижку, и она прям вау взрывает, а фейд прям спустился. То есть нет такого вот прям лакмусовой бумажки, которая показывает статистику, что фейд никому не интересен. Нет такого. А тем более мы с Игорем Брая. Нашим клиентам он интересен в первую очередь. Клиентам и тем, кто в инстаграме наблюдает. Слушай, да он в инсте даже хреначит еще до сих пор так же. Я даже сказал бы, что он вообще обороты не снизил. Ты посмотри на иранских вот этих барберов, у них везде фейд. Вот такая совокупность фейдов, всякие разные графические задачи, они становятся все сложнее, интереснее, им уже тяжело удивить. Но в целом они придумывают все время какую-нибудь новую зазубрину, захуярену какую-то, которая будет выглядеть эффектно и круто. И на бороде, и на в чем угодно. Где есть волосы, везде делается фейд в какой-то просто более сложной графике. И все равно она стреляет. Я даже по себе могу сказать, что я вот выкидываю стригу с фейдом, она все равно больше активности набирает, чем стригу с... Где его нет? Нет, давайте так, какая бы там геометричность, текстура не была, какой бы удачный, классный ракурс лица не был, еще что-то. Ну, короче, как бы все равно фейд набирает или столько же, или больше. Опять же, я по себе не собираюсь судить, возьмем просто не меня, а еще кого-нибудь другого. В статистике я смотрел тоже лайки, проверял, наработал. Все равно, короче, фейды набирают, и они, то есть, работают. И в Инстаграме вот эти всякие фрешмены крутые появляются с фейдом, и они стреляют. Давай так, если с фейд был бы неинтересен, то, допустим, Межва Коля, да, он такой, хуяк, но он на чем? На фейдах стрельнул. То есть, значит, есть люди, которые, казалось бы, появился новый чел, какой-то фрешмен, а фейд мертвый, да, как бы он вообще тогда на нем стрельнул? Ну, все же теперь фейд умеют делать. Зачем нам еще один какой-то очередной фейдер, который стрижет-то там с 20-го года, они могли сказать. Ну, видишь, тем не менее, он собирает прям хорошо народ. Ну, типа, значит, заинтересовало. Посмотри на всяких там перуанцев, там вот эти Эмма Мединок там какой-то есть. У него, он просто фрешмен, он реально с 21-го года появился в Инсте, сразу запулил так, что он уже там в 25 городах, ой, в 25 странах был, вот, судя по его карте, и еще у него, посмотри на его активность вообще в целом, типа, и там все просто фейд, то есть, ничего там больше нет. Фейд текстура, фейд текстура. Надо будет посмотреть, я не совсем понимаю. Ну, посмотри, у него просто супер ебаный фейд, который я даже не знаю, кто так умеет делать, короче. Ну, там, конечно, он с подкрасиками. Сюда вставим кусочек с фотографией. Слушай, и там, знаешь, в чем прикол? Никто не может сказать, что он фотошопит, потому что он видосы снимает. До, после, до, после. А фейд просто пиздец, 8К по качеству, ну, по детализации. А он же невероятно пиздатым выглядит. Ну, и, соответственно, значит, невероятно пиздатый фейд, который перешел, так, границы, так скажем, того, который удивлял раньше, он все-таки стреляет, понимаешь? И у Челла уже, он начал с 21-го года, а у него под 500 и 185 тысяч. И на каждый, казалось бы, фейд избитый, у него по 6, по 12 тысяч лайков и херова туча комментариев. Где, где умер фейд, ребят? Вы что, прикалываетесь? Кто это придумал? А теперь давайте спустимся на землю и придем в Абакан, блядь, или еще куда-нибудь. Вот просто в среднестатистический город, Краснодар, еще куда-то. Вот где, где люди эти, которые вот прям ходят волосатые? 13 пиздюков на скейтах? Типа, и то. Я 13 пиздюков со скейтом на скейтах спросил, типа... Где ты стригся? Где ты стригся? Он кричит, я просто давно не стригся, блядь. Они просто волосатые, лохматые ходят. Вот и некоторые из них, вот по их волосам можно сказать, что там есть какая-то геометричность из прошлого. Ну, такая, знаешь, четырехмесячная. Затылок показывает, что тут какая-то, типа, градуировка есть, знаешь, и то еще в этой градуировке надо вопрос задать. Это просто тейпер отрос? Или он реально градуировку кто-то? Конечно, все это хуйня. Просто челы, ну, типа, им стало по пути. Можно теперь экономить бабки на стрижке, потому что короткая стрижка, да, вот элемент фейт, это все-таки короткие волосы. Они очень регулярно, их нужно поправлять, потому что они прям через две недели прям говно. А через месяц вообще пиздец просто говно, согласись. Соответственно, все короткие стрижки требуют просто постоянной коррекции. Постоянной коррекции. А длинные волосы можно прям четыре месяца носить и сказать, это так модно. Ну, типа, им стало по пути. Бабки экономить, плюс это так модно. Особенно если филировать еще периодически. Ну, там, блядь, они не филируя ходят, просто такая вот ебанина висит. А думаешь о том, что индустрия потихонечку двигается в сторону салонного ухода? Слушай, это было, если честно, предсказуемо, короче. Я вот просто, мне не надо знать про салонную индустрию, мне достаточно знать про психологию людей, плюс-минус, короче. Вот смотри, я тебе могу сказать, что я это знал, что так будет. Вот, типа, в принципе, это было очень предсказуемо, я чувствовал это. Потому что, а в чем была новизна барберинга, давай вот разберемся. Ну, типа, просто вот новизна, что барберинг – это мужской зал, а женский зал, вот, типа, это салон, это женский зал. Сегрегация. Да? Сегрегация. Да. Ну, типа, разделение произошло искусственно, по сути. Ну, типа, был уже этот салон красоты, он уже был. Очень много лет был салон красоты, несколько десятилетий. Он вообще в свое время, если вы историю изучали, то он как бы, это естественным путем произошло из-за, знаешь, чего? Из-за прогресса, ну, технического прогресса в стрижках. Это произошло именно из-за него. То есть, если мы посмотрим, что такое олдскульный барбер, например, в 50-е годы, и что такое олдскульный женский мастер в 50-е годы. Знаешь, в чем была разница? Это были разные ремесла. То есть, мастер женского маст-зала в 50-е годы, это был причесочник. Посмотри, что он делал. В основном. Это были прически, бегуди, сушуары. Они крутили ебанины такие, какие-то хероборы на голове крутили. Прическа была главная. Ты вот какой-то раз в 50-е увидел стрижку. Ну, то есть, это стрижки существовали. То есть, например, бокс-боб существует еще с 1909 года. То есть, еще там Антуан Черпляковский первый подстриг вообще такую стрижку. Потом Баухаус демонстрировали разные типоподобные. Потом только в каком-то 60-е годы я Тревор Сороби хайпанул с этой стрижкой. То есть, бокс-боб женский, вот где нет укладки. Чисто вот стрижка. Которая лежит сама. Да, которая просто, грубо говоря, просто монолитная. Я вот постоянно на мастер-классах рассказываю вот эту предысторию, чтобы люди просто понимали, как бы от чего началось и к чему пришло. Потому что важно, если ты хочешь быть экспертом, понимать. Вот хочешь понимать, как работает интернет, надо сначала понять, как работает электромагнитная волна и кто ее изобрел. И принцип действия, тогда ты поймешь. Как катушка работает, которая магнитное поле выдает. Ну, типа, если ты собираешься быть экспертом в этой теме. Ну, и, соответственно, я всегда всех мастеров, новенькие, не новенькие, я сразу им даю такой краткий экскурс. Ну, типа, окунаю их, так скажем, в то, как мы к этому пришли. Потому что сегодняшний быстрый мир, где рилсы рулят, они людей заставляют, знаешь, что думать? Что все новое придумали вот только что. А на самом деле этому всему уже это все изучено, очень многое, что изучено и придумано, блядь, несколько десятилетий назад. Мотоциклично. Так это не из-за моды, они просто ошибаются. То есть вот он ворвался, чел, в индустрию. И, например, ну, короче, Дима, допустим, Грачев, например, да, вот он, извини, конечно, Диман, но они, короче, врываются в индустрию, и они думают, что обесцвечивать придумал Дима, там, знаешь, ну, типа, не придумал, но они думают, что Дима, вот он прям пророк в этой теме. Или там Диман показывает, как стричь на расческе, да, например, топ. И они такие, да ну нахуй, я думаю, реально вы не видели, как тетя Зина ебашит это уже за 5 минут причем. Ну, да без разницы за сколько минут. Факт, что люди, они такие примитивные, мне так интересно это наблюдать, как они вообще не смотрели, что было в прошлом, и так удивляются этой хуйне, как будто это вот прям вот сейчас врился. То есть вот сейчас я возьму, знаешь, что, вот любую какую-то хуйню из прошлого, выкину ее в Рилс, и она, допустим, стрельнет, и ты увидишь комментарии, как ты, ты гений там, хуень. Я думаю, да вы что, прикалываетесь в натуре, вы настолько не знаете, что было раньше, что вы просто говорите гений там на какую-то вообще хуйню, там, допотопную пиздец. И такой темы во всем, и в художке, и в это. Вот я как-то видел интервью Цискоридзе, вот Цискоридзе на эту тему как-то про балет он рассказывал, он тоже там определенные исторические факты приводил, и вот он тоже говорит, блядь, люди там что-то какую-то херебору лепят там, типа удивляются тому, что уже давным-давно существует. Типа там уже ничего не придумать реально просто. Все придумано. То есть, если нейросеть сейчас, например, не сможет что-то еще дополнить, то есть, как вообще прогрессы происходят? Прогрессы происходят благодаря какому-нибудь запросу. Вот, например, короткую стрижку стричь не умели до 20 века. Ну, вот типа 0,369. Почему? Потому что, ну как, не то, что не умели, могли, но это было пиздец как сложно. Потому что это технически сложно было. То есть, человеческий навык не может позволить себе выдерживать дистанцию 6 миллиметров. Ну, может, но это, блядь, это очень дорого, очень сложно. И довольно долго. Да, может быть, да даже и как-то научишься это делать. Может, даже ты прям навык настолько отдрочишь. Но это было прям, люди хотят все упростить. И они придумали гаджет, машинка. Машинка. Еще и потом насадки. Насадки сами выдерживают длину, машинка сама стрижет. То есть, сегодня есть гаджет, который можно дать ребенку, пятилетнему, ну ладно, десятилетнему. И сказать, ну-ка, папку, ебани-ка. И он тебя под насадку ебанет. А раньше этому надо было учиться, дрочиться, там, несколько, не знаю, там, лет как минимум. Ну, одрачивать тушевку как минимум. А тем более совместить несколько длин, 3, 6, 9, это было прям, ну, как бы, это была скиллуха, понимаешь ты? А скиллуха, она не передается. Ну, в смысле, ее невозможно научить скиллухе. Вот так вот взять и за мастер-класс научиться. Собственным опытом надо. Тебе только могут показать один раз. А дальше ты дрочишься, дрочишься на своих ошибках. Часы тренировок. Конечно. Вот. А машинка берет и все решает. Все, представь. Соответственно, переворот получается. То есть, короткие стрижки самыми актуальными стали. Короткие стрижки самыми доступными, легкими. И со временем они удешевились. Но они удешевились. Очень сильно причем. Так это только из-за машинки. Просто вот если выкини машинку, и ты обратно будешь стричь коротко, дорого. Потому что, блядь, ты заебешься. Ну, в смысле, стрижка под машинку, да, сейчас, это коротко, типа, и дешево стоит. Убираем машинку из игры, и пиздец, как бы. Все меняется. Короткая стрижка, это становится дорого. Длинная стрижка, это становится дешево. По сравнению с короткой. Наверное, мы не получим никакого существенного изменения в стрижках, пока не получится какого-то нового инструмента. Какого-нибудь нового инструмента, 100%. То есть, запрос есть, запрос есть. Кстати, этот инструмент может вообще отменить парикмахеров, если что. Нейросети. Стой, ну вот смотри, например, барбершопы в начале 20 века реально держались на бритье. То есть, финансовый самый главный поток в барбершопе, это было бритье. Как только Джилет придумал станок со сменным лезвием, причем он сначала придумал станок без сменного лезвия, и он не зашел. Потому что по-прежнему должен был быть мастер, который его точит и наводит. Это работа со сталью, это не каждый мог взять и дома научиться его точить и наводить. Как он только через 10 лет придумал сменное лезвие, он просто разъебал всю индустрию, и этот станок стал домашним гаджетом, которым чувак теперь сам мог бриться, просто выкидывать сменное лезвие. И барбершопы жестко просели. То есть, им пришлось вывозить, как вывозить. И в этот же момент, кстати, плюс-минус в 15 лет, 10 лет разница, появилась машинка. И она дала возможность барбершопам не сдохнуть. Так бы барбершопы загнулись, потому что финансовый поток. Как раз первая мировая, по-моему. Ну вот смотри, допустим, первая, когда станок, в 1904 году появился патент, а в 1919 появилась машинка. То есть, разбег небольшой, но он спас барбершоп. Мужской зал делился от женского. Потому что мужской зал, это были короткие стрижки в этот момент. И еще остаточное бритье. Ну, типа, были еще какие-то старибаны, старики, которые стариков добривали, так скажем. Которые не покупали себе станок, чтобы бриться. То есть, им ближе было по привычке стричься, убриться у своего барбера старого. То есть, это старческая пердельня такая стала. Барбершоп. Это стало, где старик стрижет старика. То есть, грубо говоря. Потихоньку так. Ну, в плане бритья. А в плане стрижки, это еще работала тема. То есть, стрижки. Потом в 50-е, смотри, там пошла еще мода. Это еще барбершоп работает. Где рокобили, стайл, там все такое. Опять, типа, какие-то сложные укладки, все такое. А женский зал, это все-таки, это тоже прически. Это бигуди, это какие-то, ну, какие-то там вот такие укладки. И вот где-то во времена, вот в 60-е годы, в 60-е, все больше начала английская тема прокачиваться. Благодаря, вот, например, таким чувакам, как Видал Сесум, да, типа. Тони Эдгай, они все плюс-минус, смотри. Вот, например, Тони Эдгай в 60, если я не ошибаюсь, в 62-м или 63-м году открылись. Пивот Пойнт в Америке открылся в 63-м или что-то в 62-м. То есть, появились парикмахерские академии, которые теперь показывают абсолютно другой метод стрижки. Не как стригли в начале 20-х. Да, короткая стрижка, боб, давно произошла. Но посмотри, как ее стригли. Ее стригли чуть ли не интуитивно. Знаешь, просто и воянием хуярили. Типа, вот так даже ножницами собачьими затылок пытались градуировать. Все все равно держалось на прическе. То есть, они пытались там волны ебашить, чтобы градуировку поднять. Типа, грубо говоря, без прически эта стрижка хуйня была полная. Вот. И тут появилась такая новая раскачивающаяся модель, где wash and go. То есть, грубо говоря, тебе не надо укладку, прическу делать. Голову теперь можно мыть, блядь, каждый день. Типа, тема про мытье головы раз в месяц уходит. То есть, все больше прокачивается тема ежедневного мытья. Ты про то, что вмазал бриолина. На следующий день вмазал еще бриолина. Ну, вообще, да нет, я про женский сейчас больше зал говорю. То есть, прическа, она не давала людям, женщине, каждый день мыть голову. Это очень дорого было, ходить каждый день и время. Ну, представь, каждый день ходить на прическу. Соответственно, они экономили и время, и деньги. Соответственно, сколько ты будешь прическу носить? Ну, блин, там неделю. А за неделю башка очень грязная становится. Соответственно, когда появился вариант стричься, а не делать прически, то потихоньку-потихоньку начала такая тема появляться, что новые парикмахеры, которые освоили вот эту тему, точные стрижки, в тот момент еще они тоже не совсем точные были, понимаешь? Тогда еще не было ABC, которая сегодня есть, видал Сосун. Тогда были стрижки, типа Pixie, там Firefly, да, например. Вот они так и называли, там Five Points вот эти стрижки. То есть, они еще стрижками мыслили тоже. Типа у них внутри, может, и рождалась какая-то, типа, внутриакадемический системный язык какой-то, да, типа, вот как сегодня. Но тогда все равно стрижки были. Презентовали стрижку. Ну, вот изучи стрижки и там все. То есть, как ты с клиентами будешь общаться? Квадратные слои будешь говорить? Конечно, им презентовали стрижку какую-то. Вот. Ну и, соответственно, эти стрижки, они, главная их цель была, это wash and go. Типа, не надо мыть, ой, надо просто помыть, и вот, типа, все заебись тебе будет. Кстати, Tony and Guy в лепту очень сильно внесли в эту тему, потому что они стали больше отцами, знаешь, чего? Вот именно динамичных укладок, текстуры, где не надо монолитность какую-то демонстрировать, знаешь, и суперухоженность. Где, типа, ветер дунул, так легло, и это классно. То есть, начали текстуру, по сути, можно сказать, Tony and Guy начали прокачивать. Это, кстати, тоже 60-е. Тогда запрос населения был уже такой, знаешь, нужно было не демонстрировать, какой я богатый, а нужно было демонстрировать, ну, тогда удобство было, понял? Средний класс тогда появился, такое понятие, как средний класс. И этот кластер населения, средний класс, он уже требовал удобства просто. Типа, сделай так, чтобы я завтра сильно не заморачивался. А, еще и голову мыть можно. Желательно проходил какое-то время без стрижки и без укладки дополнительной. Да, ну и типа, и получается, смотри, что происходит. Появляются, грубо говоря, парикмахеры, которые теперь не делают прически, не делают прически. Они типа, но такая мода пошла и в мужском зале. Типа, понимаешь, вот это британская мода. Там британская мода была еще спровоцирована чем? Тем, что тогда Beatles, да, например, были лидерами мнения. Ну, как сказать, они стали такие хайповыми звездами, которые впервые в жизни продемонстрировали на мужчинах такое, знаете, типа. Вот были хиппи, вот как раз, они были просто не стриженные. А были, например, американцы чаще были стрижены снизу покороче, сверху подлиннее. И еще раз говорю, на смену этой теме приходило, ну типа, они пришли на смену рокобилле. А рокобилле это было все-таки зачесы, тут много, а тут покороче. Ну типа, ну как покороче, силуэт покороче, уши как бы были открыты, да, все-таки. И вот на смену этому стильку пришли хиппаны, которые вообще ничего не делают с волосами. А на смену хиппанам пришли как раз-таки британцы. Вот с такими полузакрытыми ушами. Это было очень ново в тот момент. Стрижки, моптоп, они разъебали весь мир, если что. Вот ты посмотри, они в Советский Союз прошли. Посмотри на дядю Федора, блядь, как он выглядит. Он как на те времена, он выглядит, как Моргенштерн бы выглядел. То есть на те времена он выглядел так хайпово и модно, международное, в международной моде. Хотя в Советском Союзе это запрещено было. Ну то есть это была западная хуйня. И что западная хуйня, ну как бы зашла очень глубоко в каждую деревню, нахуй. У нас каждый чел на водовозке, блядь, на ферме ебашил. У него у всех были клеши. Посмотри на папу, на отца, на деда, на кого там. У меня у батька была такая стрига. Да, прикол в том, что все были похожи на Битлз. Да, они песни пели другие, там, Владимир Высоцкий. Но он был похож на Битлз. Или песнюры какие-нибудь, блядь, Вологде-где, которые поют. Они тоже были похожи на Битлз. Вся эстрада, все-все-все скопировали этот стилек. Тогда без Инстаграма, да, то есть, как я говорю, тогда Телеграма была, блядь. Сурса, как интернет, тогда только, что там, цветное телевидение только появилось, блядь. И то в развитых странах, в развитых семьях. Нито не везде. Да, далеко не везде. Они просто волной цунами захватили весь мир. Иранцы так ходили, типа, Иран, Ирак. Вот посмотри, есть фильмы про 70-е, где половина всех персидских и арабских стран тоже ходят вот с такой, типа, с круглыми слоями. Прикрытое ухо. Все стрижки на Уолл-стрит бизнес-класс, который раньше был уставной такой, типа, силуэт покорочит на бочок, они все капюшону тут над ушами отрастили, чтобы ухо было прикрыто. То есть, закрытое ухо стало настолько модной охуня, что, ну, типа, грубо говоря, это как вот сейчас недавно фейт был модный. Вот примерно настолько же было модно. Только еще сильнее. Давай так, сильнее было модно это. Вот. Эта мода долго держалась. Тогда не было Инстаграма. Сегодня Инстаграм делает скоротечную моду. Раз-раз-раз, и тебя заебало. То есть, люди быстро заебываются. Они не успевают что-то новое появиться, как это уже старое, через полгода. Понимаешь? Это все заслуга рилсов. Да, я и говорю, вот это вот тебе в глазки все время бросают. Ты бы очень быстро насматриваешься на любую тему. Аппетиты растут зрителя, понимаешь? Они всегда хотят нового, нового. Но невозможно столько нового придумать, как люди быстро потребляют это новое. Понимаешь? Тогда можно было 10 лет мода могла стоять. Сейчас 10 лет мода, чтобы стояла, такого быть просто не может. Это надо, чтобы только какая-то фундаментальная новая тема была. Вот почему Фейт так продержался? Потому что это фундаментальная новая тема. Поэтому так продержался. Кстати, если давай так, разговоры про то, что Фейт всех заебал. Блядь, я их слышу с 18-го года. Ну типа, он всех заебал. Из года в год прошло 6 лет, а он по-прежнему, как тогда говорили, что он всех заебал, так и сейчас говорят, что он всех заебал. Ничего не меняется. Он просто в 18-м году кого-то заебал. Ну типа, и в 19-м уже новых кого-то заебал. Но все через эту тему проходят. И просто эта сказка повторяется, блядь, уже 6 лет, как кого-то заебал Фейт. Типа, просто чё, он научился сам, плюс-минус его делать. И он такой, чё-то заебал. Потом следующий. В этот момент появился новый барбер. Ну где-то вылупился. И он его ещё не заебал. Потом он его тоже научился, он его заебал. И появился ещё новый барбер. И вот так вот эта бинарная хуйня происходит. Типа, понимаешь? Из года в год всю и ту же, одну и ту же тему. Пиздя, что всех Фейт заебал. Вернёмся к теме, почему салоны красоты образовались. Потому что, когда образовался универсальный салон красоты, почему он образовался? Потому что олдскульные мастера, которые крутили прически, они, ну типа, начали брать стрижки, учиться, да? Ну типа, грубо говоря, это люди-передовики, которые хотели что-то новое узнать, да? Да, мужские мастера были, которые стригли снизу покороче, сверху подлиннее, они отказывались от стрижек, где ухо прикрыто. То есть, когда чуваки приходили и хипаны просили подстричь, как Битлз, то барберы в основном отказывали в 60-е. Типа, это устаревшая хуйня? Да нет, они говорили не устаревшая хуйня. Они просто не умели так делать. Ну типа, они говорили... А, ты ещё про это время? Да, про 60-е. То есть, для них это было чел сам оброс. Типа, он что, оброс, что ли? Через год такой тоже не стригись, тоже таким будешь. Ну вот как сейчас малолетки ходят. То есть, они не понимали, как из этого стрижку сделать, понимаешь? И со временем пошла такая тема, что им на смену естественным путём пришёл салон красоты универсальный, где женские мастера и мужские – это одни и те же мастера. Они потому что стригут одну и ту же хуйню. То есть, не надо крутить бигуди и не надо брить. Бритьё и короткие стрижки стали немодные в мужском зале, а бигуди и прически тоже стали немодные в женском. Ну и, соответственно, расслоилось естественным порядком. Женские мастера, которые не хотели развиваться, они так и остались бигуди крутить и потихоньку как бы сдохли. Ну, естественным путём устарели, сдохли, постарели. Вместе со своими клиентами, кстати. То есть, вот есть такой эффект, когда клиент вместе со своим мастером стареют, и они даже не понимают, что они уже давным-давно дрейфуют. Ну, типа, они выбыли из игры. И такие же и барберы были, которые по привычке «нет, рукобили, рукобили». А там уже давно не рукобили, понимаешь? Но они так и думали, что рукобили – это была самая модная волна. А так вот с вами приходили старички, вот ещё были там какие-нибудь республиканцы, знаешь, которые стриглись, там, милитаризированные стрижки короткие делали. И вот они на них… Флотопчики. Флотопчики, да, вот такая тема. Волосатость – это была молодёжная тема, понимаешь? А кто освоил молодёжь в тот момент? Это салон красоты, универсальный, новый, где мужчина и мужской мастер, и женский мастер – это один и тот же мастер. И всё, это было новое явление в тот момент. То есть, от барберинга – это стала старая хуйня. Вообще, зачем разделять мужской и женский зал, когда теперь это одно ремесло стало? Когда они стригут одинаковые стрижки, одинаковыми техниками. Плюс-минус только укладка там разнилась, короче, понимаешь? Посмотри на всё потом, когда в 80-е слои вот эти вот были, знаешь, вот эти роковые там. Ты со спины хуй поймёшь, женщина или мужчина. Стрижки унисекс сделали такую тему, что не нужно разделять мастера на мужской и женской. Потому что мужик и женщина стригутся одинаково. В 90-е годы только пошла опять небольшая такая идентичность, немного другая. То есть, если мы посмотрим на сериалы 90-х, например, там какой-нибудь «Беверли Хиллз 90-210» или «Друзья», то опять мужики становятся как будто со стрижками покороче, а девушки теперь вообще нахуй не стригутся. То есть, геометрия «Видал Сосун» стала никому не нужна, но и причесок нет. Распущенные волосы, красные бикини. И всё начало такая тема идти, что это как будто бы и есть сексуальность. Всё-таки журналы моды диктуют и средства массовой информации. Спасатели Малибу. Спасатели Малибу. Вот посмотри, кто там есть. Там такая чёлка отъёбанная, но длинные волосы у тёлок, например. Все такие блондинки. Такая была на тот момент, знаешь, гетеросексуальная как раз-таки, я бы сказал, период гетеросексуальный, где даже кино, вот посмотри, какие они были, там, мужик накачанный, спасая тёлку, она ему даёт, и они счастливы. Типа, да? Ну, типа, грубо говоря, такая тема была. Потом потихоньку-потихоньку эта тема начала уже там к нулевым годам потихоньку смещаться уже там в какой-то этом. Но смотри, по-прежнему держалась такая тема, что универсальный мастер может сделать как мужскую стрижку, так и женскую. Вообще, кто бы думал, что какой-то барбершоп появится? И вот как ты думаешь, что стало катализатором появления барбершопов? Он не мог, сразу скажу, появиться просто как бизнес. Вот некоторые думают, что это новый бизнес. Блядь, барбершоп – это давнешняя хуйня. Никакой это не новый бизнес. Что стало катализатором? Для того, чтобы барберинг с двух ног просто ворвался и опять вторично... Блядь, как могли короткие стрижки опять разъебать мир? Какая-нибудь маскулинность? Начали подчёркивать, что мужик должен стричься отдельно от девушки? Что-нибудь такое? Ну, ты думаешь, ты веришь в концепцию, что просто захотели разделить мужчину от женщины? Кстати, это не лучшие времена были уже, делить мужчину от женщины. Потому что вот эти времена как раз уже начинались, как вот сейчас. Где типа, я мужчина, но я женщина. Вот эта тема началась уже. Не динфицируешься, да. Типа, не вовремя, нет. Нет, это не из-за этого. А что тогда? Ну, есть хоть какая-нибудь догадка? Есть догадка у вас? Почему вдруг по всему миру начали разъёбывать какие-то барпер-шопы, которые умерли в 50-е? Откуда они воскресли? На фоне салонов красоты, которые могут стричь и мужское и женское. Мода на бороду, может быть, опять? Мода на бороду. Ну, подожди, давай так. Опять? Это после когда? А предыдущий раз когда был? Хороший вопрос. Давай покопаемся. Весь 20-й век гладковыбритый на самом деле. Был маленький период, когда бороды носили. Ну, типа, опять же, гладковыбритыми что сделало весь мир в 20-м веке? Что сделало? Война. Война? Джилет. Джилет сделал. Джилет сделал. Ну, война, кстати, на этом помимо тоже была. Но, слушай, я тебе скажу, что... Неплохо денег сделал на войне. Да, дело в том, что война, армия и вооружение, ну, вообще, техника в армии, так скажем, инновация в армии, она послужила к тому, что, ну, типа, в армии тоже потребовалось избавляться от растительности на лице. Это противогаз. Почему? Потому что раньше не было химических войск. Они придуманы стали в 20-м веке, самые примитивные, когда газовые такие херни зажигательные кидали, и челы просто дохли в яме. Ну, и, соответственно, надо было изобрести что-то. Там марлевую какую-то хуйню, она не помогала. Потом, когда изобрели уже резиновый противогаз, прилегание к телу было минимально, если у тебя есть борода. То есть, грубо говоря, пропускаемость. Просто было смертельно. Да. Ну, соответственно, гладковыбритость в вооруженных силах стала уставной необходимостью. Ну, то есть, это все. Нельзя человеку в вооруженных силах ходить с щетиной или с бородой. То есть, после этого это стало строевое правило. Ну, а мы же не в армии. Типа, на гражданке-то на это повлияла как раз-таки гладковыбритость. Гладковыбритость стала символом, знаешь чего? Она стала символом сексуальности, чистоплотности и цивилизованности. И вот тебе продают станок. Потом это стал Procter & Gamble. Он стал промоутером этой темы. Ну, соответственно, нам надо заработать. Нам надо массово продавать этот продукт. Значит, все средства массовой информации, все журналы, все лидеры мнений должны быть гладковыбритыми. Хоть один какой-нибудь, не знаю, там, не знаю, супермен. Посмотри на супермена. Аж подбородок блестящий. Весь Голливуд, особенно 50-е годы, посмотри, максимум бакимбарды. Все гладковыбритое. Ну, типа, гладковыбритость позволить себе в 19 веке никто не мог. Только богатые. Довольно дорого это все. Конечно. Просто тогда в те годы не было понятия среднего класса. В те годы было понятие, ну, социальное расслоение было. Богатый и бедный. Соответственно, по внешнему виду можно было понять. Если у чела гладковыбритое лицо, это точно не бедный чел. Ну, значит, он может себе это позволить. Конечно же. И, соответственно, это была лакмусовая бумажка. То есть, ты гладковыбритым лицом или пробор пробритый, или окантовка свежая всегда. Это все была демонстрация того, что ты можешь себе позволить. Да просто даже волосы на уши не нависают. Вот стрижка снизу покороче, сверху подлиннее. Тогда она демонстрировала, что ты регулярно посещаешь парикмахера. Бедный не мог себе позволить подстричься так, чтобы каждый месяц у него уши открыты были. Я уже не говорю про пробор ежедневно пробритый, про окантовки и про гладковыбритое лицо. Пусть даже с усами. Самое главное, это чтобы или дизайн бороды, но он обязательно наличие гладковыбритой кожи в нем должно было быть. И тогда только, тогда только можно было понять, что это борода богатого человека. Теперь берем, позже проходят времена, появляется Т-образный станок. В доступном, ну как бы... Ну каждому. Все, каждому. И его надо массово продавать. И за это берутся гиганты просто бизнеса. Они с бульти миллиардерами стали на этой теме. Ну в цивилизованных странах, я не говорю про Индию, там станок стоит, блядь, ну я не знаю, дороже, чем человек, блядь, который будет тебя брить каждый день, и с тебя надо, блядь. Поэтому, получается, в цивилизованных странах станок зашел так, что он стал сверх нормой. И гладковыбритое лицо стало настолько, ну то есть негладковыбритое лицо стало настолько неприемлемо. Как вот сейчас бы у девушки волосатые ноги были. Подмышки. Подмышки, да. Ну вообще, представь, девушки бы ходили бы с бородами на ногах. Новая мода. Сейчас пытаются, мне кажется, привнести что-то такое. Ну может быть, но пока что это неприемлемо. Ну типа окно овертона, да. Типа люди придумали, что волосатые ноги на девушке неприемлемая хуйня. Вот точно так же придумали в 20 веке, что волосатое лицо мужчины именно вчетина. Знаешь, вот непобритость. Это в ровном такая же хуйня. Просто фу, блядь, ты грязный. Это означало. Понимаешь? А кто это придумал? Тот, кому нужно было продавать станки, блядь. Понимаешь? Все просто. А тут вот сейчас в наши времена хуяк стреляет барбершоп. Все пытались в нем найти какое-то объяснение, как это произошло. Кто-то говорит, это бизнес. Кто-то говорит, это вернулось бритье. Да, блядь, бритье не может вернуться. Вы сами подумайте. Это как лошади вернуться. Ну, похуй. Лексусы все выкинем сейчас свои и свои тачки. Будем ездить на лошадях опять. Да нихуя. Бритье – это аттракцион из прошлого. Статистически это самая непопулярная услуга сейчас. 100%. Тот, кто бреется, он будет дома с танком джилет бриться. Тот, кто хочет просто как на спа-процедуру, это как-то в парке на лошадке покататься. Ты никогда не будешь на лошадке воевать, поля пахать теперь. Она не вернется, лошадка. Али конструкторы всякие. Да, типа никак ты не вернешь опять необходимость лошадке быть главным оружием, транспортом на войне. Другом. Другом, личным транспортом, автобусом, ебаный в рот. Нет, понимаешь? Ну, только на Кубе, нахуй. На Кубе я недавно видел такую хуйню, как лошадь ебашит пазик советский, а без двигателя без нихуя. А там люди. Карета. Карета. Причем такие все модные, пиздец. Во всяких там разных кроссовках модных. Так вот, барберинг появился, неожиданная хуйня, благодаря Бороде и Фейду. Согласен. Ну, типа, я бы даже сказал, что Фейду благодаря. Больше, чем Бороде. Это первое, с чем ассоциировался Барбершов, в принципе, наверное, в умах посетителей. Это с Бородой. И Фейд. Ну, с Бородой быстрее, чем с Фейдом. Знаешь почему? Потому что Фейд была очень непонятная и необъяснимая разница между плавным переходом, который делала тетя Зина. Ну, типа, тебе пришлось бы пиздец сказать. Тете Зине пришлось бы в те времена объяснять, что градиент и то, что она делала плавный переход с нуля, что это разная вещь. И еще бы ей, она бы, блядь, я сам это проходил, ебаный, все. Я сам эту тему всю проходил, абсолютно. Знакомство с Фейдом. Ведь я стрик нуля с перехода. Я 10 лет до знакомства с Фейдом думал, что я делаю переходы с нуля, ебать какого высокого качества, вот так. Понимаешь? Потом, когда я увидел перевернутый Фейд, где слысая наверху, а темная внизу, я подумал, что это за хуйня и как это, блядь, сделали вообще нахуй. Потом, когда я попробовал афроволосы подстричь, просто ко мне чел пришел с афроволосами. Зафакапился. Я просто подстричил какое-то говно. А потом на картинке, на картинке в журнале я увидел Фейд на афроволосах. Я вообще охуел, я даже не понял. Крутой. Крутой, блядь. Понимаешь? Я начал гуглить, что это за хуйня, я даже слова Фейд не знал, я не понимал, как это, на идее там всякую хуйню гуглил. Какой год? 2014. Это вот как раз. 2014, а 2015. Предбарберинг, короче. Предхайп, да. Так вот, я тебе что скажу, что Фейд, это тугое объяснение для клиента было. То есть пришлось самому переобуваться, что можно сделать какой-то бёрст Фейд. Фейд это не просто плавный переход с нуля, а это какая-то другая графика, где я увидел ебальник тупака, нарисованный на голове у человека из Фейдов. Я, блядь, тогда понял, что я вообще не понимаю, что это за хуйня. Кто же это популяризировал? Я помню одно время были прям... Барбишоп Коннект был в Инстаграме. Вообще вот этот Инстаграм, который у меня, я его знаешь из-за чего завёл вообще? Ну вообще откуда он у меня появился? Он у меня появился, потому что когда я в Гугле искал, узнав слово Фейд, Фейд, он мне, Гугл скидывал меня всегда на Инстаграм. Я такой думаю, блядь, что там в Инстаграме? Там же вроде были какие-то рюмки, тёлки, какие-то... Да, хав. Ну какая-то ебанена. Потому что я в 2012 году, когда Перуи открыл Инстаграм, я подумал, блядь, что за соцсеть. И даже забыл от него все пароли, всю хуйню. Я думал, что это соцсеть для жрачки. Я тоже так думал, что это соцсеть для жрачки. А тут стрижки, стрижки, Фейд. Почему Инстаграм? Думаю, блядь, надо, сука, зарегался, в новый аккаунт создал вот этот. И там я охуел, вот там я понял вообще, что такое Фейд. Потому что куда меня ссылала эта тема, это Барбершоп Коннект. Тогда он качал ещё пиздец там. Барбершоп Коннект для меня это было обрушение разных типа вариантов. Я тогда понял, что я вообще чмо со своими, блядь, 11 годами... Вот так в окошко выглянул. Просто я думал, что я эксперт в коротких длинах. А оказалось, что я просто ёбанное чмо, которое вообще нихуя в этом не понимает. Когда я увидел, что делают там афроамериканцы, я просто там только понял принцип действия, на что конкретно обратить внимание, какие приоритеты там расставлены, понимаешь-то? Какие графики бывают, нахуй. Сейчас челы вот даже в наши времена думают, что Фейд это можно вот так сделать. Они под словом Фейд вообще не понимают, что значит. Они не понимают его возможности. Они под словом Фейд, Мид Фейд представляют, ебать. А то, что можно ебанину разную, можно шапку, нахуй, норковую зафейдить, нахуй. Бёрст Фейдом причём, блядь. Они как будто это не понимают. То есть я не считаю их даже фейдерами этих людей, которые не понимают в реальности, что значит слово Фейд и какие возможности он раскрывает. Я помню, как я охуел, когда увидел фотографию, где на голове Боб Марли с волосами со всех... И курит ещё. Но это уже достаточно молодая тема. То есть, короче, грубо говоря, Фейд необъясним был людям. Вот. А вот борода, борода, объяснима. Знаешь, тогда на контрасте, что в нулевые ещё такой был метросексуализм, или в гладковыбритые... Никита везде побрита, короче, со стразиками такие были, да. И ещё, кстати, вспомним, давай опять же вернёмся к теме. Парикмахер был, это гей. Сразу просто. Окей, в нулевые так же было. А тут парик... Барбер, новый термин. Ну, особенно для нашего СНГ-шного этого. Это позволило реабилитироваться, конечно. Откуда мотоциклы, нахуй? Татухи. Татухи, мотоциклы, кабан приебашенный к часам, там какой-нибудь, не знаю, кинжал, топор, автомат на стене, блядь, чтобы мужик ещё там бороды стрижёт. И не, парикмахер. А, ещё тогда даже барберы говорили, я не парикмахер, я барбер. Потому что они реально в этом чувствовали ебать разницу. Потому что это оскорбление считалось. Парикмахер, это, по сути, это одно и то же, но, типа, парикмахер, это оскорбительное слово было, а барбер, это реабилитация. Это как вот сейчас челу, скажи, покрасить бороду. Он скажет, ты что гонишь, типа? А скажешь, ну, камуфлировать. Типа, он такой, о, как будто это что-то другое. То есть это просто, American Crew в своё время придумали наёбурительное слово, которое замаскировывало, ну, закамуфлировало слово окрашивание. То есть ты человеку берёшь и лингвистическую подъёбку делаешь. То есть тебе надо просто поменять слово. И он такой, а, неизвестное, значит, не зашквар. Типа, понял? Ты берёшь, там, можно, у нас в России вообще действует такая хуйня, где можно английское слово пиздануть, и всё, ты стираешь память по человеку. Типа, то, что ты ему пиздишь про то же самое, он в этот момент не понимает, короче. Ну, типа, это приём, типа, маркетинговый приём, реабилитация, понимаешь? Тогда надо было реабилитировать парикмахеры. Прикинь бы, не барберы называли, а бы мужские парикмахеры, мужчины. Это было бы просто сразу провальная тема. Сразу же провальная тема. Понимаешь ты? А когда ты говоришь, что это барберы, а чем они отличаются от парикмахеров? Они бороды стригут. А-а-а. Тогда не... Борода что-то мужское. Да, тогда. Да, Кончита Вурс. Это была борода что-то мужское. То есть, Кончита Вурс опять разъебал следующий шаблон, потому что борода может быть и тоже пидорская. Понял? Типа. Вот. Ну, то есть, грубо говоря, если бы не Кончита Вурс, до сих пор бы борода точно считалась бы чьё-то мужское. То есть, борода это точно не пидорская. Да, давай так. Было в 2012-2013 году можно было спекулировать на бороде, как на чём-то жёсткое. Специальное заведение даже для неё есть. Это барбершоп. То есть, можно было даже умалчивать, что там стрижки ещё стригут. Рекламировалась тема больше всего, что это для бород. А бороды в этот момент начали тоже очень сильно продвигаться. Журналами мод. Вот это хипстеры, да? Посмотри на журнал мод 2008 года и посмотри на журнал моды 2013 года. Ты на обложке увидишь в 2013 году уже не каких-то там... Хиппорей. Мальчиков таких, типа... Ну, как хиппорей ты... Нет, в 2013-м ты увидишь хипстеров, да? Это дандырка, такой ебейший, борода, туннели, там какая-то... Татуированный в говно, в клетчатой рубахе чел с таким колуном, нахуй, с топором охуевшим. С ебать таким взглядом. И тут такие усища, нахуй. И подмышки у него уже не побритые, нахуй. Теперь посмотри на 2008 год. Это до сих пор был такой, нахуй, максимум, что там было. Это какая-нибудь испаниелка, такая самоебанная, самопальная. Это у самых смелых. Вот. А так это были до сих пор... Ну, знаешь, как вот... Джастин и Бибер. Да, только... Кстати, молодой он еще был. Ну, короче, Бэкстрит Бойсы еще были. Понял? То есть это были мальчиковые такие, типа, мой... Бойсбэнды. Бойсбэнды, да. Они качали. А тут на смену им вообще очень неожиданно приходит вот такая вот хуйня. Ну и, конечно же, тут появилось... Все как бы в совокупности сработало, понимаешь? Андеркат, как любой долбоеб носил Андеркат. Потом еще к нему Фаид прихуярили, типа. Ну, понял? Типа, плюс интернет развивается, развивается. Появляется... Инстаграм набирает обороты. А теперь, чтобы увидеть что-то, уже надо не в журнале смотреть или по телевизору, а у тебя прям в телефоне тебе закидывается куча каких-то вариантов. Начинают проборы вот тут хуярить, потому что у мексиканцев так ебашат там или где-нибудь в Латиносы в Америке, короче, понимаешь? Уже похуй, надо, не надо, Вася там с таким круглым розовым лицом нахуй. И ему вот такой Андеркатик ебучий отсюда. И еще пробор с палец ебашат. Ничего, что это не... Ну, вообще пиздос для него головы, но, типа, ну, на Латиносы... Смотрелось свежо. Да, согласитесь, она свежо смотрелось. Вот. Ну и, короче, грубо говоря, такой брутосексуализм пришел в моду, и барбершоп это специальное место, где этот брутосексуализм создают, короче, понимаешь? Х10, а, Х2 оценник, короче, правда, ну, за все надо платить. Это же новые эмоции. Это же чел приходит, там кресло какое-то, барбер нахуй, вискарь въебалов так плюхнул, распаривают, броют нахуй, бритвой. Вискарь это для многих аргумент был для посещения барбершопа. Тоже. Но многие тогда клиенты все равно же, так чутье у них было, они так заходили, блядь, что-то тут, сука, парикмахеры все-таки это. Надо ногу, блядь, туда запустить, если не выебу. Я помню, что нам оставляли даже отзыв, что, типа, девушка барбер или что-то такое, типа, что за хуйня, я пришел в барбершоп. Да, это уже такие гипер, так скажем, в тот момент, ну, прозревшие, да? Ну, а были челы, которые все равно еще, особенно в периферии, они, типа, да как так, мужики? Ну, сложно было ломать. Мотоциклы хуево помогали, понимаешь? Эти, как его, фотки с хором, с полотенцем, тоже хуево помогали. Пока они их рассмотрят, пока они, они все-таки, сначала они несли в барбершоп сомнения. То есть, не выебемся, не выебемся, или мы сейчас тут подумаем. Что-то они меня споить пытаются. Даже я застал в семнадцатом году еще это все. Да, и сейчас очень далеко где-то есть такая тема. В таких прям суперебенях. Ну, в миллиониках уже, к счастью, нет. В миллиониках, конечно, давно. Так вот, смотри, тема начальная была какая. Уходит ли все в салон красоты? Смотри, да, потому что это все пережито, прожевано, проебано. А человек, как устроен, ему все надоедает. И гипербрутализм, вот с этими всякими мужские клубы, приходи, там, мужская атмосфера. Ну, сейчас, представь, если чел будет такую рекламу давать, а все это не блеванут. Это очень непонимающие люди только так делают. Потому что всех заебало это. И опять, посмотри, как барберы теперь уже выглядят. Ну, смотри, они обратно в бойсбендов превращаются. Кропчики в такие обесвеченные, там, какие-то, короче, ногтики, блядь, там, бусики. Футболки цветные. Да, и эти барберы уже, типа, даже говорят некоторые, да я не барбер, типа. Ну, типа, барберы уже слово такое отъебанное. И они уже такие, они теперь женское, уже стригут. А что происходит? Почему эта игра в барберов закончилась? Потому что заебало, короче. Понимаешь? И осознанность приходит. Ну, типа, они же фрешмены, они уже не будут весь этот путь заново проходить. Они просто чуть-чуть, немножко в прошлое смотрят. Вот буквально на предыдущее поколение. И делают вывод, что опять играть в бритье и в небритые поднышки нет смысла. Ну, типа, они уже более прокаченные, понимаешь? Они уже на готовенькую информацию пришли. Им не надо опять спотыкаться на куче граблей, там. Это вообще пережиток, всё, типа. Они теперь уже стригут унисекс-стрижки тоже. На мужиках, на женщинах. Многие барберы пробуют себя в женских стрижках. Конечно, это неизбежная хуйня, это неизбежная хуйня. Сегодня барбер сколько времени Фаиду учится, допустим? Два месяца, блядь, три? Ну, в лучшем случае. Потому что всё есть для этого. Понимаешь, если, допустим, я в 2014 году учился Фаиду, в 2015, блядь, а где мне информацию было достать? Я, можно сказать, сам стоял, всю эту хуйню разгадывал, и иногда подглядывал на видосы, которые тогда были очень... Во-первых, их не было русскоязычных, тогда были только американцы ебашили, и там была информация очень скудная. Понимаешь? Ну, и получается, что наше поколение Фаиды училось делать на людях, на клиентах. Сегодня можно на мастер-класс ходить, ёп твою мать, заплатить, нахуй, там, пятнашку, и на русском языке тебе расскажут вот такую всю формулу, нахуй, как надо делать и как не надо. Ты просто берёшь, и за несколько дней при хорошем желании всё понимаешь просто. Новички очень быстро сейчас прогрессируют. Так потому что информация есть. Очень легко прогрессировать, когда есть информация. То есть период времени, чтобы чему-то научиться, стал очень короткий. Тебе уже в рот положили, вот так за тебя разжевали, нахуй, методическую тетрадь дали, ебать. На слайдах показали, на видео показали, нахуй. Лазерами показали, куда что идёт, и надо быть просто долбоёбом, чтобы не научиться. Просто прям долбоёбом. Или иметь просто вообще, абсолютно не иметь желания. Только тогда ты не научишься. Понимаешь? Фрешмены вот так, нахуй, появляются. Почему? Они сразу с классными фейдами залетают. Блядь, а сколько он времени потратил на это? Ему стоит сегодня с унитаза заглянуть, нахуй. На релсах можно научиться, еб твою мать. Просто собрать сторисы и релсы, и вот просто, блядь, сидя на унитазе, за неделю всё понять можно. Если хорошо захотеть. А если хочешь пожёстче, то можно прям даже сходить на мастер-класс. И, кстати, выбор тоже широкий. На мастер-класс к одному, на мастер-класс к другому. Вопрос бабла. Просто бабки платишь, и тебя всему научили. А когда, представь, у тебя есть бабки, а сходить-то некому. Ну, не у кого учиться, просто не у кого, понимаешь? На русском языке, тем более, вообще речи не идёт даже те годы. Соответственно, сегодня... Ну, у тебя этот путь обучения, он был вот такой, у меня вот такой, а у нынешних новичков он вот сократился. А вообще вот такой. Только сбоился, сразу понял. Потому что всё разжёвано. Всё, и огромное количество вариантов, короче. Как чувак быстро сегодня учится? Конечно, он на фейт потратил там три месяца, блядь, на базу ABC, Видал Сосун, также потратил три месяца. Насмотрелся релсов, как стричь по расчёски и обесвечивать, нахуй. Ну, вот через год он уже крепкий профессионал. И за, блядь, каких-то полтора года он, в принципе, тебе взрослые вопросы задаёт. Он тебе приходит на мастер-класс и такой, ебаши, такие вопросы, что ты думаешь, ты, блядь, как нахуй? Например. А? Например. Ну, например, ну, смотри, технические взрослые вопросы. То есть, ты до этого шёл, до этого вопроса, ты просто вспоминаешь, чтобы эту хуйню раскукукать какую-то. Ты такой, нихуя, ты думаешь, что у тебя, блядь, скрижали, нахуй, от Моисея просто тайные. А чё, просто берёт и задаёт вопрос, над которым ты иногда даже сам ещё думаешь. Типа, понял? Ты думаешь, ты как столько добрался, нахуй, до этого вопроса? Как твои мозги вообще сложили эту хуйню? Нет, у него меньше года опыта. А у него меньше года опыта, понимаешь ты? То есть, чел может сегодня вопросом, в принципе, добраться до твоего нынешнего рассуждения, как бы, понимаешь? Очень быстро. А чё будет лет через пять? Они будут вот так рождаться просто. Да, ну я не знаю, чё будет. Поэтому я тебе ещё раз говорю, что ты сегодня сказал, что что будет. Бля, я, если честно, не представляю, что будет. Но мы сами же, тем, что мы даём такую информацию очень быструю, мы же как бы ускоряем этот процесс. И, соответственно, его и обесцениваем. Почему обесцениваем? Ну как обесцениваем? Ну типа, человеку даже сегодня... Вот давай вспомним времена Видал Сосун. Ты же, наверное, знаешь, что раньше надо было год мести. Представь, какой буфер специальных сложностей был выстроен. Потом ещё в лучшем случае ты начинаешь пряди держать. До того, как ты притронешься к человеку вообще. Вот так пряди держать. Ну типа, тогда заколки не использовали, два человека стригли. Один держал, другой стриг. Один держал, а другой стриг, да. Представь, какие искусственно нарощенные сложности были. Год ты метёшь, потом, блядь, ещё год ты моешь головы. Зато нихера ты ценишь, как ты начинаешь стричь. А сегодня кто что ценит, понял? Ты только залетел с двух ног, посмотрел всех рилсов, нахуй. Просто в флешку, можно сказать, вставил. Куки, блядь. Тру-ру-ру, скачано, нахуй. Ну дальше это только ускоряется. Я вообще не понял, как ты, блядь, люди там, нахуй, сука, колени проебали в своё время, чтобы понять, как это делать, стоя вот так стрижка. А для тебя это досталось халявно, нахуй, просто. Никакие бабки не сравнятся с проебанным временем. Даже если бы мастер-класс стоил, блядь, 200 тысяч рублей, это всё равно дёшево, ну, тебе стоил 200 рублей, потому что за 200 тысяч рублей ты купил просто 5 лет, нахуй, чьего-то времени, понимаешь? При этом сейчас я тоже слышал много мнений о том, что, блядь, да я и так, типа, всё понял, всё знаю. Ну что многие новички даже и учиться не хотят дальше. Платить бабки за мастер-классы, типа, нахуй я. Я понял, да, ну может такое быть. Но смотри, они могут ошибаться, это, ну, разные варианты, может быть. Они могут ошибаться на каком-то этапе. Знаешь, что это значит, что он понял, когда он говорит, что он понял? Первый вариант, это когда он дошёл до той планки, которую он себе ставил. Ну, типа, вот он думал, я сейчас вот это, вот это научусь, и всё. А там нет нихуя за этим. Всё, дальше космос. Он дошёл, и всё с этой хуйнёй, типа, сидит и такое. Ну всё, в принципе, я понял. Вот он раз-раз-раз стрижёт, 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 короче. И понял, что он въебался в новые вопросы. И они эти, отсутствие ответов на эти вопросы, они его отграничивают от ещё одних возможностей. Например, он дошёл до того, что он стал классным барбером в своём барбершопе. Вот такая цель у него была, маленькая. А теперь он хочет стать классным барбером на улице, или в городе. А чтобы стать классным барбером в городе, надо новую хуйню изучить. Или лучше разобраться в старой. И он понимает, что, а, блядь, так-то я не так уж и дохуя чё знаю. Ну, типа, это мне тогда так казалось, что я дохуя знаю. Это чтобы до этой цели дойти. А до следующей цели уже надо опять новые знания. И тут он переобувается и понимает, что, короче, надо ещё какой-то там пласт науки сожрать, короче, понимаешь? И он, кстати, ему тоже быстро даётся. И может быть, при хороших стараниях, при хороших амбициях он даже станет, может, классным мастером в городе. Но! Но! Таких, как он, дохуя. И конкуренция растёт. Конкуренция растёт. И все смотрят это. Все учатся. У всех есть эта возможность. У них новая проблема. Они быстро изучают, но вместе с ним изучают всё это быстро и другие. И плотность хотящих стать классным в городе очень сильно увеличилась. То есть, вот эта пробка сейчас такая густая, что через эту пробку хуй ты пройдёшь просто так теперь. Всем легко научиться, всем легко классно научиться стричь, но пробка из таких очень высокая. И он стоит в пробке. И не ебёт. На Ламборджине он там, на ещё чем-то, понимаешь? Потому что ему нужен проводник какой-то. И тут как раз такие, как ты, старые спикеры. Ну да. Какой-то проводник ему нужен. Выходят на сцену. Да. Чтобы он на сцену вышел. Ему нужен проводник. Он должен с кем-то заколабиться из этих спикеров. Чтобы на него тоже обратили внимание. Понимаешь? А как он ещё это сделает? С мигалками кто-то должен через пробку его провести. Понимаешь ты? Потому что остальные вещи тупиковые. Кто-то съёбывается с пробки. Всё. Он такой, да ну нахуй. То, куда мне надо, закроется раньше, чем я с этой пробкой туда приеду. И он такой, пойду войти нахуй. Там в другую пробку въебался. То есть, грубо говоря, куда бы он ни съёбывался, где-то из пробки. И вот знаешь, в чём прикол? Почему барберы вот нам, мне и нашему поколению пульнуло в тот момент отчасти везение? Знаешь почему? В этой индустрии сложилась абсолютно из нихуя. Она была настолько новая, что пробки там не было. То есть, тогда можно было хуёво делать фейды, но тебе всё равно прокатывало. Понял? Репостили везде. Или тебя репостили за хуёвый фейд. Ну, по сегодняшним меркам он был хуёвый. По тогдашним меркам это был пиздец. Да, качество же сильно выросло. Конечно. Ну, из-за конкуренции качество и растёт. Так вот, я тебе просто объясняю, что, вот представь, вот бороды, давайте так, я тебе просто яркий пример приведу, абсолютно всем понятный. Когда появилась барбершоп, где стригут бороды, вот просто, вот появились там барберы, да, а кто из них знает, какие каноны у бороды? Ну, как их правильно делать? Откуда информация? Да, нативная. Ну, интуитивная скорее. Самый интересный момент, самый интересный момент, клиент, который пришёл на бороду, он тоже не знает, как она должна выглядеть. То есть, чел, который стрижёт, не знает, как она должна выглядеть, и чел, которому стригут, тоже не знает, как она должна выглядеть. Очень легко стать лидером в том, что ты сам придумал. Ну, то есть, например, представь клиент, которому стригут бороды, он вообще абсолютно не знает, как она должна, что ему идёт, у него нет опыта, абсолютно, у него нет вообще никакого опыта с волосатостью на нём. Ему чел, хуйню какую-то любую стрижёт и говорит, так должно быть. Ну, и он принимает эту зачистку монету. А он даже не знает, как должно быть. Тупо, ему можно было любую тему вообще туда ввинтить в ухо, нахуй, абсолютно любую, кривую хуйню, какую-то бороду постричь. Слушай, ну, так же и было ещё несколько лет назад, когда ты стрижёшь ебаный фейт вот этот высокий, говоришь, это охуенно. Ну, слушай, если чел в этот момент ещё и никакого другого не пробовал, тогда да. То есть, всегда спекуляция на чём идёт, на том, что чел не знает, что это такое, и тогда ему можно ввинтить в это. И вот представь, индустрия барберинга, где челы вообще ни фейт, ни бороду ничего не знают, как это должно быть. Плюс это специально обложили ещё новыми, как я уже сказал, классными словами. Камуфлирование бороды и вся хуйня, это как будто. И челы вот эти барберы, они же кто вчерашние вообще, они даже не парикмахерами не работали. Они откуда знают, как там эту бороду. Да те, кто работали парикмахерами в салонах, тоже так же не знали, как эту, блядь, бороду делать, понимаешься? Никто не знал, ни клиент не знал, как ему должно быть, ни мастер не знал, никто. Делаешь любую хуйню, говоришь, так и надо, восемь соток нахуй срубил. Кстати, стрижка 400 стоила тогда в средней парикмахерской в городе Миллионнике. То есть, это ИХ-2. А шопы стартанули с посолем. Да, вот придумаешь, что ты такие, не знаю, блядь, на коленях хуи рисуешь, новая индустрия, и она модная. И ты такой, любые хуи рисуешь на коленях, и говоришь, такие должны быть. И получаешь за это, сразу бабки ИХ-2 по сравнению со стрижкой, блядь. Представляешь? Это вот то, что я застал в 2017 году. Просто сам себе придумал индустрию и сам в ней победил, ебать. И таких вот, нахуй, куча челов сразу же сложилось. То есть, предприниматели, ебать, ликуют, они думают, а что, так можно было? В натуре полчаса, восемь соток. Главное, туда, нахуй, накидать любой какой-то, блядь, шляпы, нахуй, типа, а-ля, распаривал. Пеной мазал, там, какой-то цирк ебанул. И челы такие уверенные, что их там пиздец как обслужили. Но они кайфанули, конечно, они получили новые эмоции, новый заряд. Они же получили больше, чем у тети Зины. Они получили больше, чем у тети Зины. Безусловно, именно за это они и платили. Но сама борода, как результат действия, для них было непонятно, что это. Ну, типа, у нее не было правил, канонов, чего-то. Они только интуитивно могли понимать, что-то ебало расширилось. Ну, симметрию, в лучшем случае. Да, симметрию, все. Симметрию они могли только понимать. В лучшем случае ты мог проверить только, что у тебя одна половина идентично второй. И все, да. Какая там форма, это уже вообще не важно. Ну, короче, многое, что пришло. Так вот, а теперь представь, когда каноны есть, когда уже все, кто только залетают в мир барбинга, они уже, эти фрешмены, они обложены какими-то, блядь, уже не прокатит, где ты там что-то, ну, типа, хуёво сделал. И ты уже знаешь, что хуёво, что плохо. Ну, ой, что хуёво, что хорошо. То есть, грубо говоря, всё, надо сразу попадать в цель. Тебе надо теперь быть снайпером. Тебе некогда пулять в воздух, нахуй. Потому что индустрия тебя проебёт, просто, ну, ты её проебёшь, точнее. Если ты будешь мимо стрелять. Соответственно, сегодня чел, среднестатистический фрешмен, он сразу хочет классно делать. И он может это себе позволить, потому что у него есть информация. Но таких, как он, дохуя. И пробка занята. Он в пробке, и пробка в нём. Ну, а дальше только ускоряться будет всё. Да, оно ускоряется, ускоряется, но ты же спросил в самом начале, к чему это может привести. Ускорение к чему приводит? К тому, что профессионалов становится много. Но этому же должен быть предел? Пожалуй. А как выглядит этот предел? Непонятно. Вот мы его и увидим через какое-то время. Ну, вот мы видим эксперимент, нахуй. Слушай, надо просто посчитать статистику, никто её не проводит. Я давно хотел, думая об этом, типа в Инстаграме у себя сделать. Это надо, чтобы не только я делал. Это чтобы в совокупности не с какой-то комьюнити было, или чат какой-то охуевший, в котором можно считать, сколько прибыло, ну типа вот эту демографию барберов. Сколько прибыло, сколько убыло. Что значит прибыло? И что значит убыло? Убыло – это не именно, которые перестали стричь, а типа, которые охладели и перестали интересоваться. Ну, типа... Продолжают работать просто уже на автоматизме. Да, вот это уже не барбер, это мёртвый чел, ну типа, который просто дрочит вот так, каждый день одинаковую хуйню. И он думает, блядь, куда бы съебаться, так заебало. Это без пяти съебавшийся. В последнее время таких много становится. Конечно. Ну, я имею в виду, короче, чел, который не думает о индустрии, он не посещает то-то-то, он просто стрижёт. Это как бы, можно сказать, такой, эта мёртвая ткань, она не считается, она ничего в эту индустрию не даёт. Она даже уже и не забирает. Понял, типа? Просто вот такая абсолютно просто какая-то масса просто, которая ни да, ни нет, непонятно. Их можно считать, как будто их нет, этих людей, как будто они выбывшие вообще, они не стригущие как будто. Они только конкуренцию по количеству клиентов создают. Но в самом мире барберинга они никакой вообще роли не имеют. А новенькие челы, которые залетают, они тоже разные, согласись. И там многоходовочка может быть. Чел, вот как мы сегодня вначале говорили, он может быть залетел в барберинг из-за денег, но он заинтересовался. И это стало его миссией. А есть, который залетел такое что-то, блядь, хуяк-хуяк попробовал и присоединился к тем вот этим вот, к мертвичине. Всё. Так вот, нас ни те, ни те не интересуют. Нас интересуют только те, которые короткий период вот этот может быть, или длинный период, он у всех разный, переживают, когда он сердце бьётся, ебать, у него. Когда он стрижёт и думает об этом. И думает о вариативностях, думает как бы что-то куда-то там. Вот в эту пробку ебучую он встаёт и ждёт, когда его, блядь, с мигалками кто-нибудь там привезёт, понимаешь ты? Надежды, мечты. Мне кажется, что ещё несколько лет назад вот таких ребят в пробке было значительно больше. А мне так не кажется, и сейчас они есть. Это тема. Просто знаешь что? Я замечаю просто, что новички меньше. А как ты это чувствуешь? Нет цифр, нет статистики. Мы не можем, ни я, ни ты, мы не объективны. Мы только вот своё окружение какое-то чувствуем, но это ошибочное окружение. Потому что я иногда смотрю, ну у нас же свои какие-то ценности есть, да? Вот мы, например, следим за вот этим, вот этим, а вот за этим не следим. А потом вот смотрю, там чел в ютубе какой-то, которого вообще никто не знает, ни в комьюнити, вообще никто не знает, вообще никто не знает вообще. Но его видосы по там поляму просмотров набирают, как он, смотри, фейт делается вот так, а там смотришь комментариев, ебанёшься от каких-то всяких тётушек, хуётушек. И он ебать там, или ты, допустим, у меня тиктока нет, ну как он есть, но я его как-то, ну не зашла тема, я как-то не развился в нём. А потом он ещё и сдох, типа, ну для России. И в итоге тикток это какая-то для меня теневая сторона осталась, а нихуя. А там есть какие-то челы, которых в инстаграме нигде никто не знает, а в тиктоке они разъёбывают, они там миллионы у них чего-то там подписоты, какие-то там ебейшие шестистотысячные комментарии. А они там где-то, по ту сторону мне видимого. Поэтому, как я могу рассуждать, сколько активных баберов? Это они у меня тут в инсте, где-то вот где я там лазаю активные. Но я не вижу вот этой, вот эта тема, она где вообще? Как, блядь, откуда вы взялись, ебать, когда вы вообще успели, сука, там развиться эта вся хуйня, она где-то там развилась. Просто это я... Такой теневой барберинг. Да, для меня. А для них я теневой барберинг, понял, типа. Они там что-то когда-то, может, слышали про какого-то там Колю Генералова. Но для них вот этот чел, лидер мнения. То есть у них своя там банда комьюнити собралась. И поэтому, а они же тоже топят там, что-то там. Ну, а они кто? Они в игре? Ну, в смысле, они в... Вот в этой, в пробке стоят. Да, но эта пробка для меня, как будто она какая-то... Я ее не знал. Другое горлышко. Другое горлышко, да. Я могу просто судить по своим коллегам. Вот у нас шесть филиалов, и я замечаю, что раньше новички, они были активнее. Ну, именно в соцсетях. Ну, вот видишь, ты же судишь по филиалу. Да, да, я только такую статистику могу привести. Вот, поэтому мы судим только по той статистике, которую мы видим. А она может стать неактуальной. Мы это даже можем не заметить. Вот в каком-нибудь ТикТоке появится. Да, представь, как чел сидел в Барбершоп Коннекте, в том самом, когда раньше Барбершоп Коннект разъебывал просто туда, понял, чтобы твою фотку запустили, ты проснулся разнаменитым нахуй. Все дрочили на этот Барбершоп Коннект, а потом он потихоньку умирал, умирал, умирал. И вот, представь, сейчас чел один какой-нибудь сидит и такой думает, что Барбершоп как по-прежнему Коннект, и он такой, ебать, индустрия сдулась. Нет, индустрия не сдулась, Барбершоп Коннект сдулся, а ты из него не выходил. Это как когда-то в 2018 году в Таллине как-то я, мастер-класс у меня проходит в Барбершопе, и в Комтаче, в который я типа как будто вернулся. То есть я уже там перестал сидеть в 2018 году вообще прям что-то совсем. Я снес в 2019. Ну вот что-то такое, знаешь, короче, в 2018 году прям вообще контакт прям для меня стал вообще. Я туда заходил как какие-то, вот, не хуй, не знаю, в одноклассники, знаешь. Бабушки написали. Хуй, не знаю, что там посмотреть, что там 4 месяца кто-то что-то написал, может быть, назад. А там, короче, челы, которые так в этом Контачии сидят, и я что-то с каким-то челиком там переписывался, а он такой себя объявил, типа, каким-то революционером в Барберинге, там, знаешь, он типа, я буду разъебывать что-то всех, там в маске такой был чел. Я думаю, ебать, ты где разъебываешь где-то вон... Я даже не видел. Ты чего, блядь, в Конты? Я даже не видел, что ты там всех разъебываешь, да. И в итоге мы с ним давай это... И он такой, у меня и к тебе есть, короче, типа, претензии. Я такой, ебать, ни хуя, я только зашел в этот... ВК, в который хуй знает, когда не заходил, и у меня уже... И там есть чел, ноунейм, с маской, который ко мне имеет претензии. А-ля, это какой-то разоблачитель такой, знаешь, хуйня моя. И в итоге мы с ним что-то переписываемся, и давай так, типа... Ну, я думаю, поугараю, типа, плюс-минус, типа, хотя бы... Просто, блядь, как психологический портрет постараюсь установить этого странного чувака, что он ВКонтакте, в котором уже никто не сидит, пытается там разъебать, нахуй, революцию, переворот, нахуй, сделать, и вывести всех на чистую воду. Знаешь, такая хуйня у него была? И он такой мне как-то... Знаешь, что говорит? Да просто ты сдулся, и устарел, и никому ты не нужен. И я думаю, вообще, это так не сходится с реальностью, то, что он пиздит. Я в тот момент еще даже не надув... Ну, только надувался, а для него я где-то там сдулся. Так вот, смотри, чел сидит в Кантаче, и в его реалиях те, кто там пропали, это сдулись, типа, понял? То есть он по своей, блядь, вот в своем мирке, вот в этом, вконтактном, он посудил, что раз я пропал, и он там, видать, у них какая-то там банда дрочителей была в каком-то там чате, где все что-то выбыли, и все так уменьшилось, сдохло-сдохло, и это сдулись они, типа. А он не понял, что просто все перешло, индустрия перешла в Инстаграм, а он там так и остался, типа, в этом Кантаче. И вот эти все актуальности, которые там происходят, для него они реально, ну, актуальны. Я тогда подумал, ебать, как бы самому не заблудиться в этой хуйне. Я тогда так понял, как люди устаревают. Ну, типа, ты можешь устареть, даже не заметив, нахуй. Вот останься в Инстаграме, вот так же с ТикТоком произошло. Для меня была такая же тема. Типа, я думаю, блядь, неужели я такой долбоеб? Надо в этот ТикТок, ну, хоть как-то, блядь, что-то понять, там, что-то пиздец, какие-то разъебы. А я тут, походу, в одноклассниках остаюсь, знаешь, в Инстаграме. Я так думал, что, наверное, это какая-то... Просто Инстаграм, он быстро спохватывает, да, там, риелсы появились, еще какая-то хуйня. Не дает съебаться до конца. Но там все равно образовалось новый мир, в котором меня уже нет, понимаешь? То есть можно так незаметно забыть и не заметить, как ты в том мире, куда все съебались, а ты туда не съебался. Понял? Типа, вот такая тема. И это масса примеров в истории есть, когда люди вот так вот устаревали, потому что носитель информации просто менялся, а человек не успевал за этим носить. Ну, типа, он думал, да, ну, хуйня. То есть слишком думал, да, ну, хуйня. И так и оставался в своем устаревающем вот этом носителе. Получается, всегда нужно руку на пульсе держать. Всегда, абсолютно. Пиздец, это так медленно происходит, что ты даже никогда не заметишь. Это такая ласковая хуйня. Еще люди же с коронами, они так не хотят осознавать, что корона тает. Ну, тут-то в его мерке, в этом ВКонтакте она работает, а что она нихуя там уже в Инстаграме, или как я сейчас с ТикТоком приводил пример, что она там, этой короны, никто не видит. Ну, типа, вот человек предпочитает так и оставаться тут с короной, чем туда осознать, что там он хуйня. Понял? Типа, ему тут с бумажной короной пище сидеть, чем прийти туда, где он опять все будет делать заново, и он там никто, понимаешь? Таких мастеров хуй его туча сдулась, не только в парикмахерской теме. Мне говорят, Колян, как ты, 8 лет нахуй? Вот просто фрешмены приходят и умирают. Приходят, умирают, а ты столько лет пережил. Я все время думаю, я вообще не понимаю, как эта хуйня происходит. Она как будто бы сарафанным радио... Я вообще ничего не делаю крутого. Посмотри на мои работы в Инстаграме. Они пресные и уебищные уже давно. Что там есть? У меня даже нет времени вообще стричь их. Типа, где я стригу, блядь? На мастер-классах. Что я стригу на мастер-классах? Только то, что будет понятно студентам. Я не могу им, а сейчас я ебану то, что я хочу. Нет, это будет эгоистично. Я ебашу фейдик обычный. Потому что техника только на обычном будет понятна. На необычном никто не поймет. Соответственно, у меня из года в год все обычное, обычное. Инста пополняется очень редкими. Я уже начал даже старое перепостивать. Потому что пополнение нового просто отсутствует. Оно отсутствует, понимаешь? Плюс фотография стрижки стала тоже, вот как я и говорю, это новый жанр. Ну, типа, новый жанр это рилс какой-то другой. Сейчас что-то попиздеть смехуечек или какой-то какой-то ебейший полубессмысленный рилс может больше эмоций вызвать, чем фотка стрижки. Фотка стрижки это все, это тема 2019 года. Ее никто не хочет даже лайкать. Это какая-то хуйня. Да, заметно сильно по охватам, когда рилсы собирают по тысяче. Да, а фотка стрижки. А фотка 20. Это как вот кино с табличками, понял? Оно нахуй никому не стало нужно. Сильно демотивирует и новичков в том числе. 100%. Тем более фотку еще и обесценила очень сильно сама вот эта тема с фотошопом. И типа люди, кредит доверия фотке уже стал такой, ой, блядь. Тем более все заебались смотреть на плюс-минус одно и то же. Еще это все фотошопят. И человек на это уже больше эмоционально не смотрит. Нахавались, получается. Конечно, пиздец. Уже блюют нахуй. Третий нахуй поток блевотина уже идет, понимаешь? Если ты хочешь ехать на фотках, да кому ты нахуй нужен? Даже фрешмены на фотках не едут. Ну типа отчасти. Бывает, если только продвинет кто-нибудь, тогда едут. Вот, получается, что то, что качало тогда, уже не качает. А как тогда у меня получается в 8 лет держаться на ряду с самыми сильными, с челами, которые только появились в индустрии, и они очень быстро вот эту самую информацию получают, понимаешь? Как мне с ними бороться, ну типа конкурировать? Это очень тяжело, это почти невозможно, понимаешь? У меня даже уже энергия кончилась, а у них она только началась. Так вот, и получается, что старые инструменты не работают, типа фотки, хуетки, еще что-то. Фрешмены уже знают больше, чем я, потому что они каждый раз, они сейчас в режиме набора, 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 а я в режиме отдачи, отдачи. Понимаешь? И это отдача, отдача. Я даже, ладно, если фотки работали, блядь, мне их некогда делать, понимаешь? Поэтому вот этот привычный инстаграмный жанр, он потерял смысл. И это очень сильно просело по всем параметрам. Сразу видно, по всем активностям, по охватам, по всему, абсолютно все просело эта тема. Вот. Ну и как бы это, как сказать, надо быть вот как бы на волне. Но это у меня только 100% вообще абсолютно не за счет инстаграма получается, а за счет чего-то там другого. Я думаю, что это сарафанка. Ну в смысле, люди просто передают друг другу. Из поколения в поколение. Какую-то, да, вот типа. Передается легенда. Как что? Как типа, о, Коля классно объясняет. Ну типа, Коля классно преподает. Именно только так. Ну типа, только эта тема держит меня. А как я делаю шедевры, где нет шедевров нахуй. Какие шедевры делал? Залупу одну какую-то делаю. Что успел? Вспех, вспешняк сделать. И выкинул, потому что другого нет. Вот это я выкладываю. Мне некогда там, ебать, вдохновиться. Сейчас я, блядь, модель найду. Костюм. Ага, блядь. Свет узнаю, как восстановить. Я даже, блядь, не знаю, как эти ебучие рилсы, когда выкладывать, чтобы что-то стрельнуло. Ни схем, ни хуя не знаю. В этой хуйне я ноль. Мой инстаграм вообще ничего не приносит и не придает. Он просто есть для того, чтобы быть. И все. Люди друг другу просто передают. И я не могу быть крутым, классным, завораживающим мастером каким-то, который делает, ебать, разъебические образы. Там, блядь. Где нахуй образы? Какие образы? У меня нет на этом времени. Прикольные образы были на Мэнстейджа питерском. Ну, вот я эти прикольные образы... Блядь, такие образы, кстати, очень редко могут в голову стрельнуть. И то я бы не сказал, что они такие прям. Они, кстати, вообще хайпа в инстаграме никакого не поймали. Люди подумали... На сцене смотрелось... Пиздец, что за хуйня? В мнении разделились. Вон в аншоте они вообще незамеченные остались. Мнения разделились. Кто-то говорил, ебать хуйня. Кто-то говорил, нефига прикольно. Слушай, ебать хуйня всегда говорят люди, которые только сейчас секции диагональные изучают. Эта тема проверена еще в 2019 году на Russian Barber Week, когда мы кепку ебанули чуваку Васе. Которую спиздили потом. Вот зал был такой, знаешь, многие так просто ушли смотреть на... Они знаешь, куда ушли? Половина зала встала и съебалась на стенд, где кто-то секции делал. Ну, типа, понятно же, кто эти люди. Кто съебался? Тот, кто секции, не знает. А кто заебался на эти секции смотреть, уже знает. Они уже оценили следующую тему. Это когда перфоманс, понимаешь? Тем более, я тогда только приехал с Лондона, с Нойза. Нойз, там есть мероприятие международное. Ричард Эшворд делает ежегодно. Один раз в Москве я даже был, короче. Я тоже на нем был. Ну, короче, вы знаете Нойз? Ебать, это лучший перфоманс в мире, нахуй, по парикмахерскому искусству. Ричарда Эшворда. 15 минут ебейшего разъеба. Там хайрфакеры, блядь, разъебывают каждый год, нахуй. Ну, раньше разъебывали, сейчас они что-то подзатухли. Так вот, и, короче, загуглите, узнаете, что такое Нойз, вы охуеете, что такое вообще парикмахерское искусство, нахуй. Там, блядь, такие люди, такую хуйню там показывают из года в год, там, нахуй. А заметен этот перекос в сторону перфомансов на фестивалях? Потому что все заебались. Так вот сейчас подсозрели, подсозрели, понял? В 19-м году я отвернулся с перфоманса, с этого, ну, прокатился тут по городам, но у меня мысль осталась, ебать надо в Russian Barber Week, ебануть уже не какую-то там обучающую хуйню, а надо создать что-то такое, блядь, чтобы люди, да ну, что, блядь, что кепку, блядь, какую-то покрасили, еще ее снял, ебать, да, снял и унес, нахуй, с чела. Он остался лысый с челочкой, ебать. Это же было пиздец разъеб. Но люди не готовы, многие были это понимать. Мне даже некоторые ученики мои, спустя три года, знаешь, что говорили, я сидел в тот момент и думал, что Николай ебанулся, вообще хуйню сделал. Но я теперь только понимаю, насколько был не готов понять тогда эту хуйню. И он в этом не виноват, он просто реально хотел секции посмотреть. Но при этом это же запомнилось. Я вот недавно только слышал про эту кепку от кого-то. Народ вспоминал. Ну да, ну видишь, запомнилось, да, ну там типа, ну кем-то запомнилось, кем-то не запомнилось. Я имею в виду, что перформанс может оценить только тот, кто прошел все стадии предперформансные. Типа, когда чел узнал, что такое секции, узнал, что такое фейт, узнал все-все-все, когда он все понял, отработал, изучил, ему стало это неинтересно, тогда он только может понять вообще смысл перформанса какого-то парикмахерского. И также и вот этот на этом, короче, с синими этими бошками. Типа, в чем прикол? Да, там нет ни обучения, ни хуя. Чистый вообще перформанс абсолютно. Я тогда понял, что надо миксовать всегда. Год перформанс, год технарскую хуйню. Мне очень легко технарскую хуйню мне пиздеть со сцены. Я если въебу просто самого себя, вот просто меня хуй остановишь. У меня все время, когда я начинаю технарский мастер-класс со сцены, мне говорят, Коля, пора уебывать, уже два часа ты проебал как свой этот, потому что я начинаю мастер-класс вести. И, кстати, от этого фидбэк всегда больше. А когда я делал перформанс, где нету никакого абсолютно, ну типа там нечего рассказать, то есть там, грубо говоря, это даже ты расскажешь, абсолютное большинство даже не поймет смысл того, что ты рассказал. Но типа это такая вдохновляшка, но она пустышка для абсолютного большинства тех, кто пришли туда за какими-то еще что-то там понять и научиться. Новыми ощущениями. Да. И получается, что надо вообще в идеале мешать перформанс с технарской темой. Ну, блядь, они во многих вещах не... Ну вот сейчас как будто плодотворная почва для того, чтобы мутить перформансы, потому что сейчас это уже более воспринимается как-то приятно. Слушай, но два года назад на мейнстейже это уже были эти времена. Но все равно нашлись люди, которые... Слушай, я помню, Глеб Морозов там тоже что-то ебанул. Они там с командой. Да, но они там вот этот хуйч. Слушай, ну вот, кстати... Это же тоже запомнилось. Запомнилось, да. Но опять же, он, допустим, выхватил хейта с этой темы. Но я вот, например, считаю, что это заебись тема. Но Глеб в тот момент, знаешь, на мой взгляд, что подумал? Он рано подумал, что мейнстейдж именно такое мероприятие. И он выступил первый. То есть это совокупность факторов. Глеб подумал, ебать, питерский разъеб, панк сейчас будем делать. Мейнстейдж. Он заявлял себя как ебать, креативное мероприятие. А по факту это не так получилось. Собрались бабушки, тетушки, которые, знаешь, а-ля Георгия Кота смотрят. И они такие там... А тут выходит первым сразу же. Это же еще начало самое было. Конечно, самый первым выходит. То есть еще не было никакой распаковки. Еще Глеба распаковки не было. То есть Глеб еще даже не заявил себя никак... Ну то есть он должен был какую-то экспертность, может, показать, чтобы завоевать кредит доверия у этих тетушек. Ну когда они бы начали бы ссаться от того, что кредит... Глеб показал что-то очень полезное, и он себя раскрыл как личность, раскрыл свои там спикерские качества, и они бы прониклись, они бы ему простили любую хуйню, даже чтобы он хуй написал и разъебал бы все это в конце. Они бы сказали, да, теперь мы поняли, почему это произошло. Но когда просто за 10 минут выскакивает Глеб, которого в этот момент еще никто не знает, и он первый, и мероприятие именно с такой хуйни начинается, с 10-минутного трэша, то у них ожидания не такие были. Ну и получается, надо было или до, или после, на мой взгляд, показать себя, ну какую-то свою там распаковку с себя. Слушай, меня это взбодрило в начале фестиваля, я такой, ни хуя себе вот так будет. Тебя да, меня да, абсолютно там дохуя кого да, но там было много людей, которые вообще не поняли, куда... То есть Глеб как будто не понял, куда он пришел, типа, хотя он так думал. Ну, типа, ожидания и аж Глеба от этой темы, и ожидания большого количества зрителей, они, блядь, не законнектились, типа. Тебе жалко. Я помню, что я готовился к фейду как раз в батл, и там вот эта хуйня на сцене началась, я выхожу вот так с балкончика, посмотри, да, я тоже думаю, ни хуя заебись, но это тебе заебись и мне. А люди там вот эти были, они такие, типа, ебать, куда мы попали, что за хуйня, почему ты, что за, блядь, вообще нахуя. И еще самое интересное, кто это, вообще кто он сделал, почему он так сделал, типа. Вопросы, что-то я сняли еще там со следующих фестов потом, как спикеры его. Ну, убрали из... Да, ну, потому что, типа, понеслась вот такая волна, что... Хотя бы было прикольно. Да, мне тоже, я считаю, что Main Stage себя так зарекомендовал, что это будет мероприятие, где можно делать все. Глеб так услышал, Глеб-то подумал, сейчас я начну вот с делания все. Ну, блядь, нашла коса на камень, короче. Жалко. Да. Ну, вот так, я тоже это мероприятие готовил как перформанс больше. Опять же, потому что в тот момент так считалось, что Main Stage это будут одни перформансы, и мне тоже так дали знать. Ну, я, соответственно, даже себе представлял, что Main Stage это точно не про секции номер один, номер два. А потом, когда на втором Main Stage я понял, что нет, Main Stage это тоже и про секции номер один, номер два. И уже я показывал секции, блядь. Причем самую хуйню вот эти диагональные. И очень многие с этого Main Stage потом записались ко мне на мастер-класс. По сути, я показал просто обычную залупу. Просто обычную залупу, круглую градировку. Но я про нее рассказал. Чул-ча. Видал сосун, нахуй. Хуйню рассказал абсолютно, которую, блядь, в Ютубе можно найти. Но людям зашло, потому что были люди, которые увидели в этом для себя что-то новое. А вот, например, в синей башке инопланетянина, они не увидели ничего. Как с той кепкой с Васей. Поэтому хуй кому угодишь. И Глеб, по сути, не должен, на мой взгляд, испытывать какие-то там эти... Нет, наоборот, спустя время это оценили, мне кажется. Если они дозрели до этого. Он сделал так, как чувствовал. Он сделал так, как Main Stage дал себя... Ну, типа... Хорошо, что сделал. Да. А мы сколько записали уже? Два часа? Надо уже закругляться. Два часа? Блин, как будто еще столько пиздеть и пиздеть. Да я просто... Это только одна тема. А мы уже тут полностью... Что, будем закругляться тогда? Ну, давайте закругляться, раз так надо. А не хотелось бы? Ну, мы можем просто попиздеть. Обязательно. Потом кусками рилсы нарежете на крутые фразы. Такая же хуйня сейчас работает. Вот, например, наш двухчасовой пиздеж могут даже не смотреть сегодня. Ну, такой мир стал. А вот если ты его разъебешь на год рилсов, будут все весь год рилсов. Самые вот вырванные из контекста крутые фразы. Хуй пизда. Хуй пизда сковорода. Главное, чтобы фраза была вот такая, знаешь, как бы вопрос-ответ и похуй про что. И она ебанет вообще, будет хуярить на набор просмотров. А вот этот контекстный разговор, где одна тема перетекает в другую. Ты что, нет у людей столько времени унитазного нахуй? Мы потребители, получается. И так, дорогие наши потребители. Потребители. Отлично поболтали с Николаем. Плюнул в лицо всей индустрии. Просто он говорит, ну, такие. Спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо большое, что поделился своими знаниями. Экскурсом в историю. Это был подкаст. Кстати, в этой истории я, может, нихуя не знаю. Ну, типа, это я так думаю. История вообще наука. И мхо. Да. Мое личное мнение. Да. Всем спасибо большое, что смотрели. Это был подкаст. Покороче говорят. Покороче. Подписывайтесь на наши соцсети. Соцсети Николая Генералова. До встречи. Пока-пока. Говорите покороче в следующий раз. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok